Я сделала заказ через ваше приложение, и сейчас, когда я его открыла, увидела, что я заказывала 4 котлеты, а пришла только одна. Это очень грустно, когда ты сидишь на карантине и не можешь сходить за продуктами сам. Кстати, даже сервис доставки еды тоже меняет правила. Теперь при встрече курьер не передает заказ в руки клиенту, а кладет на нейтральную территорию и быстро уходит. Теперь убегать от меня все будут еще две недели, пока действует карантин. Хоть и симптомы коронавируса отсутствуют. Вчера я прилетела из Пхукета в Новосибирск. Прямо в самолете нам измерили температуру, мы получили багаж и поехали в Барнаул. То есть о карантине я узнала только тогда, когда ехала в автобусе и зашла в интернет. Я и еще 300 человек моего рейса вместе со всеми ходили на территории аэропорта. В Дарамску, вместе ждали автобус. Кстати, в автобусе до Барнаула вместе с нами ехали и те, кто не покидал границы России. Мы были вместе. И вот приезжаем мы в Барнаул. Я заказываю такси, иду в магазин, вместе с соседями еду в лифте. Как вы думаете, сколько человек одна я могла заразить за один вечер, если предположить, что я больна и пока об этом не знаю? Лично мне непонятен смысл такого карантина, если о нем нам даже не сообщили в аэропорту сразу после прохождения миграционного контроля, например. Карантин обязателен, но пока он как будто носит рекомендательный характер. Ты должен сам позвонить на горячую линию Роспотребнадзора и сообщить, что прилетел из-за границы. Значит, Ирина Семеновна, сейчас передадим данные, вам позвонят на ваш телефончик, наши специалисты приедут, выучат восстановление, все объясняют, на основании его вам выдадут в больничный на две недели. А скажите, а много человек-то вообще позвонили вам сами? О-о-о, очень. И не только Таиланда, и Германия, и Франция, и кого только нет. Все ли это сделают и кто будет ловить нарушителей, пока непонятно. Будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию. Вот таким образом. Право три раза, влево три раза. Коронавирус больше к нам не придет. Мы оградились обкуривание нашу страну, нашу Россию. Надеюсь, что этот карантин станет лишь продолжением отпуска. Они понадобятся для того, чтобы лечиться от коронавируса. Будет время, чтобы дописать диплом. И вот прочитать книгу, которую я, кстати, брала с собой в поездку, но так ни разу и не открыла. Ирина Корчагина специально для телеканала Толк из карантина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова